Большая часть соглашений касается строительной сферы. Согласно шести договорам, на сумму около 12 миллиардов рублей уже в ближайшее время в Сочи появится два новых отеля, два жилых комплекса, новый корпус туристической базы в Лазаревском районе, а также новый большой центр спортивной подготовки лыжников, фристайлеров и бобслистов. Он появится на северном склоне хребта Аибга. С проектом «Снежинка» губернатор края Вениамин Кондратьев ознакомился во время осмотра стенда Сочи. На Красной Поляне также появится экстремальный аттракцион для туристов. Проект туристической отрасли реализует компания «Южная звезда». Своего инвестора нашел и проект транспортного характера. На курорте появится еще несколько парковок и объект дорожного сервиса. Так, в результате реализации 12 проектов в городе появится около 2000 рабочих мест. Форум для Сочи стал результативным не только в плане договоров, но и налаживании дружественных отношений. Так, Анатолий Пахомов судил вопросы сотрудничества с мэром Сухума и перспективу подписания документа о партнерстве. Пока соответствующее соглашение у соседней республики есть только с Краснодаром. У нас местные туристы, мы постоянно решаем проблемы, которые возникают на пункте пропуска, с объектами показа. То есть полный контакт у нас с республикой Абхазия и в частности с городом Сухум есть. Мы ездим друг к другу, но нет ни одного документа, который регламентировал бы наши отношения. Я думаю, что мы с сегодняшней встречи начнем развивать и выводить наши отношения на новый уровень. Мы должны учиться у российских регионов планированию, как застраивать город. Я являюсь миром города. И как внедрять новые технологии. И я думаю, что мы много полезного увезем с собой отсюда.